Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю видео обзоры томатов. Сейчас я принялась, если раньше я из теплицы рассказывала, какие крупноплодные, самые крупные томаты, то теперь рассказываю, какие вызрели томаты на улице. Вот я перед этим, за неделю до этого показывала любимый праздник. Сейчас я рассказывала вот чудо земли, поспел король гигантов. Но я в прошлом году о нем подробно рассказывала, я сейчас не буду повторять. Но новинки больше всего уделяю внимание. Потом поспела Инна, Анжела Гигант, Батяню показывала, тоже на улице уже зреет. Потом зреет тяжеловес Сибири, Пудовик. Сейчас хочу вам рассказать еще раз о бердском крупном, потому что многие заинтересовались. Я на улице его показывала. И кто не видел этот видеоролик, я напомню, что он детерминатный, невысокий, не больше метра. Но он образует очень большие плоды. Вот видите, какой здоровый плод. И причем плоды, они, как вам сказать-то, они сильно не мельчают. Вот этот вот плод я взяла с первой кисти, тот более спелый. Вот такие же крупные плоды висят на второй кисти. У него сильно мелких нет. И вот где-то с третьей, вот это что ли, вот видно по недозрелости, вот это вот третья кисть. Он весь увешан, именно весь увешан огромными плодами. Он сильно не мельчает, потому что он детерминатный. Это как, если индетерминатный сорт, он как первая кисть, вторая, третья, четвертая, пятая. Там все мельче, мельче, мельче. А он же всего метровый. Вот у него все эти пять кистей, они примерно на одном и том же уровне, как компактно. И они не сильно отличаются по весу. Преимущественно крупные. Вот такие вот, наверное, это самые маленькие. Хочу напомнить тем, кто не смотрел его на улице, когда я показывала. Он очень хорошо переносит все перепады температур. Именно сибирский сорт, он специально выведен для таких регионов, как наш. Вот высадила я рано, все томаты были в одних условиях. Но у нас, какой же, а, Казанова потеряла нижнюю кисть. Вот чудо земли не выдержало, потеряла нижнюю кисть. Но это весной, когда еще цветы были. Они были в цветущем состоянии, мороза не вынесли. И первые кисти у нас не сформировались, они отвалились. Или отмерзли, потом засохли, не знаю. Но вот бычий, вот этот, ой, бердский крупный, он остался невредимым. И у него все кисточки, какие были, они завязались. Вот сейчас они все спеют прекрасно. Это именно вот выносливый сорт. Я и начинаю их самое первое описывать. Который можно вырастить, огромный, вот такой мясистый, сахаристый плод без применения теплиц. Очень выручит этот сорт тех, у кого действительно нет теплиц. Я уже говорила, то что он низкий, метровой высоты, это очень удобен в уходе. Не нужно тянуть вот эти вот высоченные шпалеры. Есть вот эндотерминатные. Обычно мы же эндотерминатные для чего выращиваем? Чтобы получить крупные мясистые плоды. Вот, он невысокий. Плоды 400-500 грамм, могут быть 700 даже грамм. Но это зависит от условий выращивания, от погоды. Как я говорила, что производитель заявляет, что томаты не трескаются. Но нынче летом у нас потрескались томаты, потому что после долгой продолжительной жары, резкая смена, 8 или 9 дней лил дождь проливной. Тут любой томат не выдержит, треснет, разбухнет. Это даже я ему в недостаток не ставлю, потому что это вот наши экстремальные погодные условия. Сочные, мятные, вкус сладкий. Я потом буду делать дегустацию, я вам покажу его. Для любого использования формируем в 1-2 стебля. Вот, что из себя представляет бердский крупный. Кто интересовался, много вопросов приходило. Для жителей других регионов некоторые сибирские сорта совсем неизвестны. Вот бердский крупный. Бердск это город под Новосибирском. Некоторые даже не слышали название города Бердск. Но вот этот вот томат, я правда не читала первоисточники, кто его так назвал и в честь чего, или в честь города, или может быть фамилия такое, у кого-то фамилия. Вот это бердский крупный. У кого холодный регион, у кого нет теплицы, рекомендую посадить и попробовать. Я не говорю, что вы обязательно в него влюбитесь с первого раза, но может быть он вам подойдет. Потому что многие ищут неприхотливые томаты, но именно чтобы были и невысокие, и крупные, и ранние, и вкусные. Вот видите, как человек хочет все сразу. Оказывается, есть такие сорта. Вот, пожалуйста, разве это не крупный? Крупный. Если он в июле поспел, разве это не рано для сибирского региона? Конечно, рано. И тем более он невысокий, неприхотливый. Так что все, как вы заказывали, это бердский крупный. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это были... А, я начала видеообзоры крупноплодных томатов, которые зреют в открытом грунте без применения теплицы. Кому нужно, смотрите, уже чудо земли есть. Потом вот бердский крупный. Сейчас сибирское яблоко покажу. Потом еще там один сорт поспел. У нас пудовик тоже хорошо в Сибири спеет. В открытом грунте. До свидания.